Каким вышел новый клип ЛДЖ, и почему он не понравился Скриптониту? Каким вышел Фараон в новом клипе, и почему он не понравился бывшему соратнику по объединению? Какими вышли команды Оксимирона и Смокимо, и почему они... Ну, в общем, у нас есть ответы на все почему. Да-да, и не только на эти. Рэп Ньюз на связи, а меня зовут Игорь Ерёмин. Поехали. Я не буду так долго спать с тобой, пока утро мне не ошпарит. Посоркнутым веком после восхода мы будем не вдвоём покусаны дико домой. ЛДжей вслед за своим хитовым минималом экранизирует очередной трек с релиза. В этот раз этим треком стал Сузуки, и, к сожалению, любой, кто даже особо не всматривается, найдёт в нём позаимствованные приёмчики. Первый снег мой любимый, красный цвет в ламборжине, такой красивый, японские тёлочки ставят меня на обои в своей мобилах. Я пью свежевыжатый сок, без корень 24, 24. Также можно найти среди референсов оформление готовящегося альбома Testing от A$AP Rookie. Но достаточно ли это основания, чтобы придраться к, в общем-то, качественной видеоработе? Скриптонит, например, считает, что да. В своём инстаграме после выхода сего творения Азиль выложил пост, адресованный пусть и не к кому-то конкретному, однако посыл в сторону работавших с ним казахстанских клипмейкеров не оставляет иных вариантов. Ведь Сузуки, Элджею снимал тот же человек, что снял скрип у его двойной клип «Вечеринка бар 2 Лизбухи». А Элджей же на этот выпад никак не отреагировал. Но у него и так гайс вроде всё найс. Кстати, тот же режиссёр Шай Ахметов снял недавний клип у Ятме с Труверу, означает ли сей выпад Скриптонита, что сотрудничество для ребят окончено? Поживём, увидим. А пока скажите, какой из этих трёх клипов, снятых данным режиссёром, вам понравился больше всего? Элджея, Скриптонита или Трувера? Ещё одну громкую видеоработу подарил нам Фарао Он. Вслед за одним целым Глеб решил снять клип на Лоллипап, один из главных хитов своего микстейпа «Пинг Флойд». «Это суча ловушка, так что нахуй треугольник, моя сука истребитель, твоя сука просто пробник, может хуёвый лидер, но моя рука не дрогнет, они зовут спаситель, моя музыка загробна, не дёргаю за нити, я стреляю тупо в лоб, им ненавижу тебя, зритель, ведь ты слишком избалован, эй». Один пиамурсром обзывается, другой зрители ненавидят. Ох уж эти лидеры новой школы, озлобленные такие все. Ну да ладно, как вам этот кровавый пир? Ну вот бывший соратник фараона по объединению Янг Раша Супериурк от Протеус В нелестной форме отозвался об исполнителе. «Плачет, что он сам, но на самом деле папа, возвращайся, блядь, футбол, в рэпе мы тебе не рады, суки, отъебал, но, блядь, мужчины, я не стал знать, что еще ублюдок, ищут лучше, чем ты сам». Вероятнее всего, конфликт как-то связан с тем, что фараон был анонсирован как гость на новом альбоме с названием «Гон за превосходство». Однако альбом вышел, а фита нет. Что помешало Фаре, там появится. Плотный график, зазвездился, забыл старого друга. «Я хочу, чтобы ты знал одно, я тебе верил, сука». Как бы там ни было, певица Глюкозе, если ее еще кто-то помнит, это не помешало появиться в клипе фараона. «Я как леденец, оближи меня». Не узнали? Да, годы никого не щадят. И вот на этом «Честном йоу» Глюкоза решила камбэкнуться в большую игру, заодно снявшись в клипе с Ленинградом и Эстэ. Ну как сняться? Нарисоваться. Свершилось, друзья. Известны составы команд, которые будут нас радовать на протяжении долгого четвертого сезона Фрэшблада. Вместо запланированных четырех человек каждый из метров решился на то, чтобы взять шестерых. Точнее, это Ресторатор решился и увеличил призовой фонд, учитывая тот факт, что запланированный регламент отводит МС полторы минуты на раунд. Быть может, мы получим от этих 30 с лишним баттлов только самое лучшее. Ну или же ни один из МС так и не раскроется в полной мере, а баттлы вместо эпичных противостояний превратятся в набор коротеньких скетчей. Блин, я, конечно, очень-очень-очень, блин, расстроен за МакКонан и Микси. Ну что, перейдем же к самому интересному. Кто же будет сражаться и на чьей стороне? Встречайте. Команда Оксимирона. И. М. Ты не хочешь быть патроном, ты хочешь их подавать. Раунд! Джей МакКонан. Пока все мы делаем баттлы, ты делаешь видео о том, как мы делаем баттлы. Раунд! Микси. Либо ты достойно покончишь с рэпом сегодня, либо с позором ты их не покончишь со временем, Версус! Нет! Летай. Ведь для МС в порядке всех вещей выступить так, что в помещении все башкой качают, ты без бита. БАМ! Династ. Твой талант сдох, не начавшись, и твои последние парты не будут качать до Камчатки. Паумдропов. Только каждая строчка залетает четко, я ебу твой рот, будто зубная щетка. И. Команда СМОКИМО. Йоу-йоу. Йоу, Стас. БРАГИ. Тебе хватит одного баттла крепкого, чтобы упасть нахуй, как тёлки в футболке Киша. Раунд. ПАРАГРИН. Блять, это хуже с чем картавить и назваться ПАРАГРИН, ведь я вот лично... ВИТЯ БОВИ. За двадцать три баттла, сто шестьдесят семь его переделанных цитат, фишечек, отсылок, на нахуй, по фактам. СОЙЕР. Спасибо, так гораздо спокойнее. МАЙЛЗ. Раунд, сука. Энд Энн Рэйдж. Ну, я всё же дарю вам его, мой стиль это жёсткое порево, он сносит голову вам. Мой стиль источает зловония, ведь мой стиль... Эй, динах, кот, отбас! Ора! И кто-то может спросить, а где сектор? Вот вам ответ с барского плеча. КОЛЛЕКТИВ ВАЙС Коллектив ВАЙС смело врывается в игру, не боясь критики за свой необычный флоу. Ритмичный, в то же время стильный арт-хаус дополняет рэппер неизвестность, что присущ крутому клипу. Правильно, девушки, без которых так же не обошлось. Что в итоге? Синергичный дуэт и интересная задумка с последующей реализацией. Чем не повод заинтересовать столь искушенного зрителя? Ну а теперь мини-дайджест. Кажется, дуэт Мияги и Эншпиля вновь функционирует. Не так давно Эншпиль вернулся в игру с треком It's My Life. Сейчас же за ним это сделал и Мияги, представив песню Сонная Лощина. Пока Типси Тип готовит новый альбом, он не забывает и о подгонах, представляя новый клип «Река». Совсем скоро выйдет и релиз от Нойза, а пока Иван радует новым синглом с него под названием «Романс». А на этом наш выпуск подходит к концу. С вами был проект Рэп Ньюз. Ставь лайк и залетай к нам в Телеграм, чтобы узнавать все новости раньше всех. Ведь там они публикуются мгновенно после публикации. В общем, спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok